ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Теперь вы и вы знаете, как мы собираемся вас будить. У нас масса способов, и они действенные. И при том, что, друзья, это только одна десятая того, что мы вам подготовили сегодняшним утром. Так что оставаться с нами стоит до 9 часов утра, чтобы проснуться бодрым, чтобы быть веселым и чтобы чувствовать хорошее настроение этого вторника. Неделя будет короткой, поэтому, в принципе, уже можете отсчитывать дни и минуты до конца своего рабочего дня и рабочей недели. Сейчас нас ненадолго сменит выпуск новостей, после которого мы обязательно вернемся. Ну, а вам стоит помнить средства связи. Телефон, смс-портал и группа ВКонтакте. Все это доступно вам для того, чтобы с нами этим утром поболтать. Ну, а мы передаем слово информационной службе. Если утро вам по-прежнему кажется грустным, скучным, за окном еще темно и солнышко, кажется, пока не намечается нигде, то, друзья, солнце будет светить с вашего телеэкрана. Самое главное – включить на вашем огроменном телевизоре «Саратов-24», прибавить как можно громче звук, и тогда вы услышите Юлию Астахову, например. И Сергея Гришнова, друзья, мы собираемся вас ближайшие два часа будить, активно помогать вам просыпаться, потому что будний день, потому что всем на работу, на учебу, по каким-то своим делам, вот чтобы проще было влиться в рабочее русло, мы здесь и стоим. У нас есть немало сюрпризов для вас, и один из них этим утром наступит в лице нашего фитнес-тренера. Он как раз-таки покажет вам, какие упражнения нужно сделать, чтобы этот день запомнился приятной болью в ваших мышцах. Слушайте внимательно. Доброе утро, наши дорогие телезрители! Вы смотрите рубрику «Двигайся», и с вами снова я, ваша ведущая Дана Рига. А сегодня я отвечу на очередной вопрос, поступивший на нашу электронную почту, но я буду не одна, мне будет помогать мой тренер и коуч Алексей. Привет, Леш! Доброе утро! Леш, ты готов попробовать новые какие-то движения, новые комплексы упражнений? Возможно, будут нетипичные для твоей нагрузки и твоего привычного комплекса упражнений? С удовольствием, потому что я люблю экспериментировать в нагрузках, мне это интересно. Вопрос следующий. Наталья спрашивает, подскажите комплекс упражнений для дома без кардионагрузки. Наталья, я бы вам посоветовала использовать комплекс изометрических упражнений. Что такое изометрические упражнения? Упражнения, в которых вы не поднимаете или опускаете груз или вес собственного тела. Опражнения статические, то есть вы замираете на какое-то время на протяжении каких-то нескольких секунд. Дальше я вам скажу, с каких именно. Леш, попробуем комплекс изометрических упражнений? Давай попробуем. Сейчас буду мучить его я. Обычно это происходит наоборот, и он меня тренирует. Но мы поменялись ролями. Итак, первое наше упражнение – приседы. Леш, смотри, что мы делаем. Мы занимаем положение приседа. Ноги, бедра параллельно полу находятся. И находимся в таком положении в течение 30-40 секунд. Поехали. Опускаемся ниже бедра до параллели пола. В этом положении находимся 30-40 секунд. Колени не выходят за носки. Следим за этим, пожалуйста. Тяжело? Как ты себя чувствуешь? Достаточно, да. Нагрузка своеобразная. Вот, следующее. Леш, вставай, я не буду тебя долго мучить, потому что, мне кажется, ты не привык к таким нагрузкам. А следующее упражнение у нас будет – это выпады. Значит, делаем выпады на каждую ногу. Также опускаемся глубоко. Колено не выходит за носок. Это колено чуть касается пола. Немножко не достаете до конца пола. И находитесь тоже в таком же положении в течение 30-40 секунд. Как вам позволяет физическая подготовка? Леша, давай попробуем. Замерли. Обязательно следим за тем, что колено не выходит за уровень носка. Задняя нога чуть-чуть не касается пола. 30-40 секунд. Меняем ноги. Делаем то же самое на следующую, на другую ногу. Серьезные нагрузки, да. Это вам не в тренажерном зале железки тягать. То же самое, значит, делаем на другую ногу и переходим к следующему упражнению. Между упражнениями не отдыхаем. Делаем все подряд. Сделали круг, отдохнули минуту, круг повторяем. Делаем 2-3 круга. И последнее упражнение, в котором задействовано большое количество мышц, называется планка. Леша, становимся в исходное положение. Упор на локти. Локти находятся строго под плечами. Тело вытянуто с тронку. Не провисаем, не поднимаем таз сверх. Все тело напряжено. Пресс подтянут себя. Находимся в таком положении. Также от 30 секунд до минуты. Как вам позволяет физическая подготовка? Пока у нас Леша доделывает упражнения, я с вами прощаюсь. До свидания, дорогие телезрители. И помните, что в здоровом теле здоровый дух. Утреннее шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24» продолжается. И что может быть лучшее на завтрак? Кофе, чай, бутерброды, каши. Не имеет значения. Самое классное, если на завтрак вы будете получать хорошие новости, как мы их получили вот буквально недавно. И гордимся. И гордимся, не сказано. Друзья, у меня в руках находится такой золотой апельсин с одной оторванной долькой. И на нем написано «Мастер утреннего эфира». Хочешь потрогать его, Юль? Хочешь взять его в свои ручки? Конечно. Он очень тяжел. На, тебе его дам. Спасибо. А пока ты его поддержишь, я расскажу, какого же, в общем-то, с какой радостью он оказался у нас в руках. Дело в том, что телеканал «Саратов-24» признан мастером утреннего эфира по версии ведущего российского поставщика телевизионного контента «Мастер решений». Наше шоу получило вот эту статуэтку «Золотая доля» и признание мастеров телевидения, таких как теле- и радиоведущая Светлана Зейналова. Спасибо большое за такую высокую оценку. Будем стремиться быть еще лучше. Вот ради таких как раз-таки побед мы готовы вставать в 5 утра каждый день. Согласна. А ты в 4.30. Ну что ж, друзья, есть еще некоторые новости, которые мы хотим с вами обсудить и услышать ваши комментарии на нашем СМС-портале, прочесть их и передать в прямой эфир. Речь пойдет о спорте. Саратовский кикбоксер Даци Дациев, все мы его прекрасно знаем, он выиграл золото чемпионата Европы. Мы программу «Автопилот» от всей души его поздравляем. Соревнования прошли в Словении не так давно. Дациев сразился со спортсменом из Болгарии в финальном бою в весе до 75 килограммов. Судьи отдали Дациеву безоговорочную победу в трех раундах. Этот титул стал для саратовского спортсмена вторым в карьере. Кроме того, Даци Дациев является двукратным чемпионом мира. Вот так. Порадуйтесь за нашего спортсмена, за Даци вместе с нами. Напишите нам СМС-сообщение с поздравлениями. Обязательно все передадим в прямой эфир, обязательно все озвучим. И, в общем-то, я думаю, что Даци будет счастлив услышать поздравления от вас. Поддержка очень важна для спортсменов любого ранга. Для такого ранга уж тем более. А вы, мы тоже знаем, что приятно вам будет услышать. Это, конечно же, гороскоп, свежайший от Марии Белат, который прямо сейчас появится в эфире и расскажет нам прогноз на сегодня. Доброе утро. Я астропсихолог Мария Белат. И я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я ознакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и отвечаю на ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, и для каждой ситуации найдется свое решение. А теперь о том, что же ждет нас сегодня. Овин. Финансовые вопросы и дела будут в центре вашего внимания. Телец. Удачный день для общения с вышестоящим руководством или представителями власти. Близнецы. Ваша работа будет отмечена и замечена вашим руководством. Рак. Используйте свой авторитет для налаживания связей в деловом партнерстве. Лев. Все главные события сейчас будут происходить в вашем доме или семье. Дева. Хороший период для работы над собственным развитием и обучением. Весы. Ваша активность снизится и появится время для себя. Скорпион. Сила духа никогда не позволяла вам идти на компромисс, но проявляя терпение и дальновидность, вы добьетесь лучшего результата. Стрелец. Отсутствие карьерной реализации может подталкивать вас к мыслям о смене работы и переезде. Козерог. Поиски новых идей и необычных решений позволят укрепить авторитет и сделают вас неформальным лидером. Водолей. Сложные ситуации продолжат окружать вас и потребуют от вас ответных действий. Рыбы. Переговоры и разногласия будут основной темой этого дня. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Что это за звук? Вставайте, вставайте, друзья. Самое время просыпаться. Скорее, да. И знаете, это значит, что самое время председать вам еще одну новость. И она будет посвящена транспорту. И знаете, сегодня утром, добираясь до студии, обратил внимание, что на улице танкистов с рельс сошел трамвай. Так уж сложилось, что первая часть трамвая оказалась на проезжей части. Линии трамвайные, соответственно, которые по танкистам в сторону центра города стоят. Поэтому, друзья, если вы выбираетесь из поселка Солнечный и предпочитаете 11-й трамвай, пожалуйста, пересаживайтесь на автомобиле и лучше по танкистам не ехать. Во всяком случае, в эти минуты, потому что там возможно все. Ну а теперь про саратовских чиновников. Да, скорее всего не про чиновников, а про новую пешеходную зону. Саратовские чиновники задумались о том, что нужно сделать, чтобы избежать автомобильных заторок на улицах, прилегающих к новой пешеходной зоне, которая сейчас у нас строится. В которой вчера оказался полгорода, пытаясь объехать. И ты, если вы уходите по улицам города и собираешь абсолютно все новости. А автоновости, да. Ну так вот, на этой улице, там располагается, есть такое место, где располагается и здание ЗАГСа, и детский сад, куда родители нередко привозят детей на автомобилях. И им тоже надо где-то оставлять машины. И вот чиновники выступили с разными предложениями, в числе которых создание платной многоуровневой парковки. Вот как вы к этому относитесь, поможет ли это проблеме? И давайте погадаем в эфире, как вы думаете, через сколько она появится? А я думала, сколько будет стоить. Вообще вопросов масса. Ну да, давайте, пишите, как вы думаете, сколько должна стоить парковка в центре города? Да, да, адекватная цена. Да, должна быть она платной вообще или нет, потому что не мы придумали, что Волжская перекрыта и вставать негде. А еще, вот через сколько она там в конце концов появится? И самое главное, где? Историческая застройка города. Что они, в особняках будут? Ну, скорее всего, это будут на две фашки. Проезжайте в каминную залу, пожалуйста. Увидим, что из этого получится, но высказать свое мнение можно уже сейчас. Возможно, мы с вами как-то повлияем на вопросы. Очень ждем яркой дискуссии вместе с вами на нашем СМС-портале. Ну а сейчас самое время представить вам повод поговорить сегодня с замечательным человеком. Во-первых, к нам в гости придет только Панькина. Она настоящий веган, бренд-шеф полезных десертов, ягода-малина. Ну и сегодня она окажется в нашей студии неспроста. Дело в том, что сегодня Всемирный день вегетарианства. Всех вегетарианцев мы поздравляем от всей души. И, в общем-то, будем сегодня разбираться, как встать на этот путь, кто желает примкнуть к этим единомышленникам. И как не свернуть с этого пути те, кто только пробует на себе. Ну и, собственно говоря, насколько это полезно и полезно ли вообще. Вопросов много. Будем разбираться. Ну а те, кто считаются убежденными мясоедами, то, друзья, вы сегодня хотя бы просто допустите мысль, что вегетарианство возможно у каких-то людей. Да, они существуют, вегетарианцы. Ну что ж, сейчас самое время поговорить с детьми. Да, как стать самым умным? Вот на этот вопрос я очень хочу услышать ответ. Тебе поможет. Надеюсь, вы тоже. Говорят дети. Это интересные ответы на сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут. Как стать умным? Ну это читать книжки. Книги читать, ячки носить. Ходить в школу, писать, буквы изучать, примеры читать. Надо много книг читать. Даниматься, ну, титратками. Читать книжки. Решать примеры. Надо читать много книг. Не спать на уроках. Много читать, учиться хорошо на дне печелки и писать хорошо. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участниками рубрики? Присылайте заявки на почту mailsobaka.saratov24.tv и становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». И если это утро начинается, значит, это нам надо. И вам, естественно, тоже это очень нужно. Вот как мы переделали известное всем стихотворение в свою пользу. И вы так сегодня поступаете. Преобразуйте все, что вам нужно, в вашу пользу. И тогда все будет хорошо. Ну, а мы вам поможем сделать так, чтобы пользы от этого эфира было как можно больше. Поделимся с вами события, которые происходили, и те, которые произойдут в ближайшее время. Так, ну, во-первых, сегодня исполняется 85 лет Саратовской станции скорой медицинской помощи. На секундочку. Поздравляем всех сотрудников скорой помощи с этим праздником, естественно, Саратовской. И, в общем-то, желаем вам как можно спокойнее ночей. Меньше больных. Да, спасибо. Ты умеешь подытожить все это. А теперь о событиях. Сегодня, 1 ноября. Да, кстати, вы помните, сегодня 1 ноября. Разменяли третий месяц осенью. Обалдите. Что ж такое, скоро зима. В Театре драмы имени Слонова исполнят рок-оперу Юнона и Авось. Помните вот эту вот песенку туда? Не могу напеть ее, но вы помните. Не надо, ничего страшного, что ты не помните. Это самая известная рок-опера на российской сцене. Авторы постановки, народный артист Российской Федерации, композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Начало этой постановки в 19 часов. Так что нет никакого повода отлынивать. И говорите, потому что я не успею, простите. Многие еще не видели Юнон и Авось, уверен в этом на 100%. Хотя эта рок-опера уже не один десяток лет идет везде. Ну и как мы обычно вас призываем, отпрашивайтесь с работы. Ради такого случая можно. Сегодня в Тюзе имени Киселева покажут спектакль по пьесе американского драматурга Джона Патрика. Дорогая Памела, ах, как бы нам пришить старушку, твоя любимая, Сережа. Обожаю. Да. Правда? Ну я чего-то, я согласна. Я помню эту постановку на малой сцене еще старого Тюза. То есть рекомендуешь? Вообще от души. Режиссер и сценограф-художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Ашеров. Яркие характеры, блестящие диалоги, легкий и лихо закрученный сюжет, твердый юмор. Все это присутствует в постановке. Начало 18.00. Не забудьте. Старушку там, кстати, ну ладно, не буду спойлерить, так хотелось рассказать все подробности. Расскажешь все, а нам уже куда потом идти. Зато все рассказать готовы наши телезрители, которых мы периодически встречаем на главных улицах нашего города, сдаем им различные вопросы. Иногда они кажутся вам глуповатыми, но в основном эти вопросы имеют отношение только к нашей передаче. Сегодня Всемирный день вегетарианства. К нам в гости придет настоящий веган, ну а мы решили спросить, ну жители города... Даша, знаете ли вы, что это такое вообще? И с чем их едят? Последнее время очень модным стало придерживаться правильного питания и вести здоровый образ жизни. Если вдруг вы решили стать веганом, то вам придется не только отказаться от мяса, но и выкинуть на мусорку все свои кожаные туфли, шелковые платки и шубы. А знают ли саратовцы, кто такие веганы? Спросим у них. Это люди, которые против употребления пищи из животных и против использования всяких, грубо говоря, частей от животных, например, меха, кожи и прочего. Ну кто ест, сколько трав едят, мясо не едят в общем. Ну вот, питаются. Ну я не за них. Не люблю. Как бы мясо должно быть присутствовать в пище, потому что все-таки белки и животные должны преобладать в пище, по-моему, на 60%. Мы знаем, кто такие вегетарианцы, а кто такие веганы, нет. Ну может, это одни и те же люди. Веганы? Ну это просто такое утрированное название просто. Веганы, вегетарианцы, которые не едят мясо, едят только овощи, фрукты и все. Да, это, которые мясо едят. Их еще зовут веганы или веган, но кто как ударит. Вы знаете, кто такие веганы? Нет. Скажите нам, пожалуйста, вы знаете, кто такие веганы? Нет. Никогда не слышал. Вы слышали когда-нибудь о веганах? Знаете, кто такие? Да, конечно. Это люди, которые не употребляют мясо и молочные продукты, и все животное происхождение. Врачи и ученые постоянно спорят о пользе вегетарианства или веганства. В любом случае, быть веганом или нет, выбор каждого. Главное, чтобы он был осознанным и не в ущерб здоровью. Вот те раз. Мы думали, что вы разбираетесь в этом во всем. Причем идеально, можете расставить все по местам, просто вот как слова в предложении. Оказывается, нет, многие-то не догадываются, что такое. Ну хорошо, так же это интересно. Если все знать, то к чему стремиться, к каким знаниям? Мы сегодня и поможем вам в этом разобраться. Напомним, что сегодня всемирный день вегетарианства. И мы вам поможем узнать, кто из песиков нуждается в помощи. Да, это, пожалуй, возьму я на себя такую инициативу. Сегодня очаровательная Дина. Собачка ищет дом. Посмотрите, какая красивая, озорная. Ей примерно два года. Чуть-чуть крейси. Дина, между прочим, очень спокойная и абсолютно не конфликтная. Волонтеры это подметили. Очень любит детей, любит гулять и хорошо ладит с другими животными. В общем, коммуникабельно, безумно. Собака Дина, 54-30-30. Вы можете звонить нам, друзья. Мы вас соединим с организацией Зооспас. И они-то расскажут, как забрать Диночку себе домой. Ну и, конечно же, друзья, продолжаем принимать ваши смс-сообщения. Ждем их на различные темы, на которые мы сегодня общаемся с вами. Например, готовы ли вы к многоуровневой парковке в центре города? Хотите ли вы, чтобы она там появилась? Сколько она должна стоить? И где она, самое главное, будет располагаться? И через сколько ее построят? Все это мы хотим услышать от вас. Если вы заинтересовались собаками, которые, в общем-то, пристраиваются в волонтерском движении Зооспас Саратове, но вы сейчас где-нибудь на лекции, например, хотя лекции еще не начались, но вы готовитесь к лекции, вы не можете им позвонить. Еще слишком рано оставляйте ваши координаты также на нашем смс-портале. Все передадим волонтерам, они обязательно с вами свяжутся. Ну и, естественно, друзья, готовы продолжать утреннее шоу Автопилот, вспоминая главную тему – Всемирный день вегетарианства. И знаете что? Вот мы вам скажем, что? За нами хвост далее. Рубрика, там расскажут про ежиков. Ежики – вегетарианцы. А, нет, Ольга, не кот едет. Нет, они не вегетарианцы, но они безумно милы. Многие любят рубрику за то, что появляются такие милые картинки, милые животные. Давайте еще раз посмотрим, потому что у утра оно должно быть добрым и милым. Приветствую вас, дорогие телезрители. Вы смотрите нашу рубрику «За нами хвост». И мы продолжаем знакомить вас с самыми пушистыми жителями нашего города. И сегодня мы находимся в торговом центре «Форум» в трогательном зоопарке «Крошка-енот». И знакомимся с его необычными обитателями. Юль, у вас в руках не самый обыкновенный зверек. Это африканский ежик. Расскажите, чем он отличается от обыкновенного? Этот ежик необычный. То есть такого ежика вы не встретите в местных лесах. Это декоративная порода, выведена искусственным путем. Эти ежики гораздо меньше размером, чем обычный еж. То есть это, в общем-то, уже взрослая особь. Он вырастет еще совсем немного, но останется вот таким вот малышом. У этих ежиков есть несколько разных окрасов. То есть они могут быть серые, могут быть белые, могут быть рыжие. И также сочетать в себе сразу несколько цветов. Юль, а чем питаются африканские ежики в домашних условиях? Яблочки, грибочки, ежики не едят. То есть ежики – это все-таки хищники. То есть они должны получать живой корм. То есть это обязательно либо зафобосы, либо тараканы. То есть какие-то насекомые. В домашних условиях можно кормить ежиков специальным кормом для кошек премиум класса. То есть они с удовольствием его едят. И он им как рацион подходит. Юля, насколько легко приручить ежика? Для того, чтобы его приручить, то есть ежика нужно искупать. То есть берется ежик, но если он сначала, конечно, он будет колоться, форчать. Но потом привыкнет и будет складывать иголочки. То есть его можно будет вот так погладить. То есть каким образом приручается ежик? Берется, подставляется под струйку воды вот в таком виде. То есть он разворачивается под струйкой. Вы ему гладите животик, массируете. После купания ежик становится более ручным. Юля, насколько сами ежики чистоплотные и нужно ли их купать? Ежики очень чистоплотные животные. И купать их часто не нужно. Достаточно купать раз в два месяца. И по мере загрязнения. Юля, а как ежики ладят с детьми? Вообще ручной ежик очень хорошо. То есть может играть с ребенком. Он не колется. То есть он сворачивает свои колючки. Ребенок вполне может взять его в ручки. Единственное, конечно, здесь нужны меры предосторожности, чтобы сам ребенок ежика высоко не поднимал, не уронил. А как ежики развлекаются сами по себе? Играют ли они? Если оставить ежика одного, будет ли ему скучно? Будет ли он тосковать? Вообще, на самом деле, ежики одиночки. То есть они вполне могут жить по одному. То есть им не нужна какая-то компания или семья. В качестве развлечения, ну и для здоровья ежиков обязательно нужно ставить колесо. То есть как у белочек, в котором он сможет бегать. Это нужно для того, чтобы у ежика не возникало ожирения, то есть от неподвижного образа жизни. Ну и как развлечение тоже подходит. Они с удовольствием бегают, проводят время в этом колесе. Я думаю, после этой программы многие телезрители захотят завести себе этих маленьких и очень необычных питомцев. А если вы еще не решили завести себе африканского ежика или другого питомца, то вы всегда можете увидеть их здесь, в трогательном зоопарке «Крошка-енот» в торговом центре «Форум». Продолжайте смотреть нас, и мы будем знакомить вас с самыми пушистыми друзьями нашего города. Крошка-енот. Самый трогательный зоопарк. Программа «Автопилот» продолжается. Мы вас, друзья, рады приветствовать. Надеемся, что ваш день начинается прекрасно. А самое главное, что мы вас не оставим наедине с этим утром. Не дадим ему растерзать вас. Конечно. Раз и навсегда. Мы будем на страже. Мы сделаем все, чтобы это утро было максимально комфортным для вас. И ждем вашей реакции. И если вы вот все еще спите, то вот вам. Ну вот и все. Как выключить, да? Друзья, продолжаем утреннее шоу «Автопилот». На очереди у нас следующие рубрики, которые готовы вам представить. Например, инстаграм-подборка. Каждое утро неустанно говорим вам о том, что Хэллоуин прошел. Смойте уже наконец-то макияж. Хватит заходить в троллейбус в страшных масках. Оставьте тыкву для тыквенного супа. Вот как саратовцы отметили этот праздник. Вот в кого они перевоплощались. Синенькие. И какие фото делали в этот день. Ну, на самом деле, жидковато. Смотреть. А это что? Вот это ничего себе. Я видел этого человека. У него реально все лицо было оклеено стразами. Все лицо, бедняжка. Меня не оклеили стразами. Все было супер. А вот это самый милый Хэллоуин, который может быть. Вот так мне нравится, когда детишки не раскрашивают ваши что-то очень страшное, а делают их просто красивыми. Друзья, как прошел ваш Хэллоуин? Ну, просто таким, знаете, латерграммом после уже вкусия какой-то нужно почувствовать. Присылайте нам фотографии ваших костюмов на страничку ВКонтакте. Обязательно посмотрим их. И, может быть, даже завтра сделаем еще одну подборку среди вас, наших телезрителей. Как вы как раз таки устраивались. А вообще, таких страшных персонажей лучше не видеть еще год. Ну что, переворачиваем страницу нашей программы. Сейчас будем говорить о городской зарисовке. Это, знаете ли, те вещи... Любопытный кадр. Да, которые обычно не заметить, когда вы гуляете по улицам нашего города. А еще те люди... Конечно, как такое заметить? Когда оно так высоко? Да. Да, сейчас про руферов пойдет речь. Смотрите, есть такие ребята, их зовут руферы. Они залазят куда угодно и свешивают ножки. И сидят такие довольные. Фотографируют, да, свои пальцы и ноги. Ни в коем случае не повторяйте это самостоятельно. Трюк выполнен настоящими профессионалами. Ну или людьми, которые застрахованы на многие-многие миллионы. Им кажется, это не страшно совершенно. В общем, друзья, не будьте отчаянными лазутчиками. Лазутчиками, скалолазами. Бегите за свое здоровье. Смотрите побольше хороших фильмов. Вот, кстати, о нем сейчас и пойдет речь. Фильм называется «В компании мужчин». Наш эксперт расскажет все подробности. Здравствуйте! Вы смотрите кинообзор. Каждый день на Саратов-24 идет много хорошего кино. А проводником в мире кинематографа для вас стану я, Альфия Багапова. Расскажу о том, что обязательно стоит посмотреть без сожаления о потерянном времени. Вечер 2 ноября я предлагаю вам провести в компании мужчин. На Саратов-24 покажут историю о выживании людей в эпоху экономического кризиса. Актерский состав бесподобный. Бен Аффлек, Кевин Костнер, Томми Лид Джонс и Крис Купер. Каждый из этих парней является обладателем Оскара. Фильм в компании мужчин очень актуальный, ведь тема кризиса в кинематографе пока не исчерпана. А только набирает свои обороты. В компании мужчин это правдивая история о том, что и как делать опытному и успешному карьеристу, если его в разгар кризисных мер неожиданно уволят с теплого насиженного местечка. Кинолента не претендует на динамичность или яркий эмоциональный фон, достаточно правдоподобно показывая, как меняется внутренний мир и ценности людей в зависимости от их статуса. Кстати, в России фильм в компании мужчин так и не вышел в широкий прокат. А «Саратов-24» предоставит вам возможность посмотреть это хорошее кино. А для обсуждения фильма приглашаю на страницы телеканала в социальных сетях. И помните, я рассказала вам только об одном фильме, но на телеканале «Саратов-24» гораздо больше интересного. Смотрите программу на официальном сайте и специальном мобильном приложении. Фильмы, которые мы рекомендуем каждое утро, вот-вот должны будут порвать практически все кинопространство и запомниться многим нашим телезрителям, как фильмы, которые стоит обсудить. Если вы хотите поговорить об этих кинофильмах, пишите нашим экспертам и нам также оставляйте смс-сообщение. У нас такая большая группа. Вызывайте нас на дискуссии, будем обсуждать какой-нибудь фильм, который уже посмотрели и вы, и мы. Практически надуель. Очень такой животрепещущей теме пойдет речь. Друзья, почти год не утихают споры о переходе Саратовской области в другой часовой пояс. Несмотря на то, что в ходе голосования значительный перевес был в сторону сторонников перевода стрелок, противники не согласны с тем, как проводилось голосование и собирают петиции против. Я недавно, кстати, буквально в эту субботу видел людей, которые стояли на проспекте, и как раз-таки спрашивали людей, готовы они или не готовы к переводу часов, и нужно было подписать эту петицию. Это верно. Вернется ли Саратов к своему историческому времени или придет в другой часовой пояс? Этот вопрос волнует очень многих. И главное, смогут ли сторонники саратовского времени повернуть время вспять, ведь до окончательного принятия решения в Госдуме есть всего лишь месяц. Уже и того, меньше говоря, 27-го числа должно это случиться. Обсудят эту тему в студии наши коллеги с заведующим кафедрой метеорологии и климатологии Михаилом Богдановым и депутатом Саратской областной думы Сергеем Нестеровым. Смотрите программу «Прямая речь» сегодня в 15.20. Я думаю, что многие вопросы, которые касаются перевода стрелок часов, наконец-то разрешатся не только в ваших головах, но и в головах ваших родных. Ну, вопрос на самом деле неоднозначный, и мне кажется, что мы все с вами должны принять в этом участие. Сказать, что я думаю по поводу перевода стрелок часов. Я думаю, что я знаю, что мы с тобой солидарны. Вот что я думаю. То есть ты ничего не... Перевести их назад-назад. Назад-назад. А, то есть ты нам предлагаешь третью версию, да? Нет, 27-го числа я повторю этот пируэт и отмотаю часы. А, привет. Ну, в общем, ты против перевода стрелок? Я против. Я за наше время. В общем-то, и я тоже, друзья. А вас мы просим высказаться либо у нас в группе, либо пишите к нам на смс-портал. Да, друзья. Ну что ж, мы продолжаем утреннее шоу «Автопилот» с рубрикой «Своими руками». Сегодня в этой рубрике Мария Брянская научит вас, наконец-то, пользоваться вот этими вот штуками. Доброе утро, дорогие друзья. С вами снова Маша Брянская. И я объелась мороженое, несмотря на холод за окном. Ну нет, на самом деле, палочки от мороженого я приготовила для нашего нового чуда, которое мы сегодня создадим своими руками. А именно вот такая вот рамка для фотографий. Многие фотографии хранятся на ваших гаджетах. Может быть, потому что у вас нет вот таких вот прекрасных рамочек, которые вы можете выставить в свой интерьер. Для того, чтобы создать такую рамку, нам нужно, как я уже сказала, палочки от мороженого, клей-момент или горячий клей, если он у вас есть, ножницы, вот такая вот декоративная атласная лента. Ну и у меня уже есть сготовленные вот такие вот аксессуары и декоративные элементы для нашей рамки. У вас это может быть все, что угодно. Бусинки, камушки, все, что вы найдете в маминой шкатулке. А мы начнем с вами создавать уже рамку для фотографий. Для начала мы берем три палочки от мороженого и проклеиваем их горячим клеем между собой. Выкладываем их вот так вот. Далее мы снова берем три палочки от мороженого. Две из них мы клеим на стыке, а одну помещаем между них вот так вот поперек. Это будет наша подставка. Очищаем от лишнего клея. Основа готова. Теперь мы будем делать самую рамочку. Выкладываем наши палочки квадратом. Две перпендикулярные кладем вот так вот, чтобы получился ровный квадрат. И приклеиваем друг к другу. Далее нам понадобится еще четыре палочки от мороженого. Мы их также выкладываем поверх нашей основы, но уже чуть-чуть ниже. Последующие палочки мы укладем ближе к центру. Все. Теперь наша рамочка готова, и мы ее помещаем на нашу основу. Также приклеиваем моментом или горячим клеем. Вот и все. Наша основа готова. Осталось только задекорировать. Для этого я беру атласную ленту и отрезаю отрезки примерно 7 сантиметров. Четыре отрезка будет вполне достаточно. Склеиваю края ленты друг с другом. Тем самым у нас получатся вот такие вот листики. Теперь мы берем все наши декорации и также приклеиваем их к клеем. Но для начала приклеим наши листочки. Осталось дело за малым. Всего лишь на ваш вкус украсить нашу рамку. Наша рамка готова. Осталось только найти фотографии. Присылайте мне свои работы в нашу группу ВКонтакте. А я вам говорю, до новых встреч. Друзья, до новых встреч, сказала вам Мария Брянская. А мы с вами не прощаемся точно. И в ближайшее время готова поделиться с вами еще некоторыми важными событиями и важной информацией. Для начала в следующем часе... Да дай ты мне уже сказать о радости людям. Что тут такого? Друзья, мы разыграем билеты сегодня на концерт нашего земляка Василия Урильевского. Васька. Да, 12 ноября. У него есть штучка такая, прям такая. Вот песня, да, у него есть подобная. 12 ноября. Начало в 19.00. Как выиграть билеты, расскажем в самое ближайшее время. А самое главное, держите рядышком с собой телефон. Будьте внимательны и ждите сигнала к розыгрышу. Ну а билеты вы получите на его концерт «Моя жизнь в искусстве». Это моноспектакль музыкальный 12 ноября. Да, Юля же сказала, что в тюзин большинство его тратят. Ничего, такая информация не будет лишней. Знаете, недавно печальная новость оглушила. Буквально-таки все, кто любит Василия Урильевского, он вылетел, к сожалению, из шоу «Голос». Однако еще одна наша сортовчанка, наша землячка Юлия Милкумяна, она пока еще остается в этом проекте. Более того, прошла в следующий этап шоу первого канала «Голос». В поединке она вместе с Ольгой Абдулиной в Челябинской области исполнила песню группы «Астудио еще любая лё». Как это ты удержался от песни? Я не помню ее. Между прочим, члены жюри сошлись во мнение, что дуэт получился неудачным. Да, раскритиковали. Да, не очень все было. Каби их конкурсанток, Григорий Лепс, напомним, заявил, что вокалистки... Спел я, я даже из Лондона. Нет, что вокалистки просто не справились и раскритиковал их в пух и прах. Но все-таки решил в проекте оставить нашу саратовскую девушку. А то Лепс справляется со всем, ей-богу. Юля, как старалась. У всех бывают сложности. Девочки нервничали, поэтому мы думаем, что все-таки наша землячка еще покажет себя. На месте Григория бы побаивался приезжать в Саратов после того, как побращались с Васей и Юлей. В общем-то, Юля в общем-то вставили. Но, друзья, движемся. Далее есть еще немного времени для того, чтобы рассказать вам следующее событие. С 31 октября по 6 ноября в Саратове проходит неделя французского кино. В рамках этой акции сегодня в Доме кино состоится показ фильма «Августина». Это историческая драма. Фильм покажет на французском языке с русскими субтитрами. Начало фильма «Старт-ле-фильм», наверное, это так примерно звучит, в 19.15. Вот необычно, да, в 19.15? Если бы ты не сказал, наверное, это так звучит. Но тебе все поверили. Вот зачем ты оставил сомнения додумывать? В общем, все идем в Дом кино и смотрим французский. Ну, а сразу после выпуска новостей, который уже через несколько минут сменит нас в этой студии, мы вернемся к вам. И утреннее шоу «Автопилот» будет продолжать развивать тему Всемирного дня вегетарианства. И на этот раз к нам в гости придет настоящий веган, бренд-шеф полезных десертов «Ягода-малина». Ольга Панькина, она, друзья, не только умеет великолепно работать, делать десерты, готовить, но она еще и нам расскажет, как она пришла к этому делу, как она стала вегетарианкой. Ну и надеемся, что вы пересмотрите свое отношение к тем людям, которые предпочитают есть пищу не животного происхождения, а больше растительного. И, возможно, вы для себя хотя бы небольшой эксперимент доустроите. Но, знаете, опять же, мы не призываем вас бездумно этим заниматься только после консультации со специалистом и после того, как вы будете понимать, что вы внутренне готовы к каким-то переменам. Потому что существует масса ограничений по состоянию здоровья, обязательно советуйтесь с профессионалами. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их к нам, у нас работает смс-портал, также группа ВКонтакте. Группа называется телеканал «Саратов-24». На стене оставляется все вопросы, мы нашему гостю обязательно их передадим. Ну а сейчас время Ани Макаровой. Ее время? Аня Макарова ваш час пробил, и она расскажет, каким в ближайшем будущем станет городской парк отдыха в Вольске, который был основан еще аж в 19 веке. А также о том, какие номера готовят участники танцевального проекта в движении, чтобы удивить очень строгое жюри. И это, знаете, лишь малая часть того, чем поделится с вами Аня. Больше событий и больше новостей в программе «Саратов сегодня» уже через пару секунд. Мы не прощаемся. Смотрите далее в утреннем шоу «Автопилот». Чем отличаются веганы от вегетарианцев? Как выиграть билеты на спектакль Василия Урьевского? И как сделать стильную рамгу для фотографий своими руками? Утреннее шоу «Автопилот» продолжается на телеканале «Саратов-24». Доброе утро всем тем, кто просыпается вместе с нами. Сегодня Всемирный день вегетарианства, и мы хотим дать вам возможность задуматься на эту тему, а может быть и провести небольшой эксперимент, и побыть вегетарианцем хотя бы на протяжении одного сегодняшнего дня. Ну а для того, чтобы раскрыть эту тему до конца, для того, чтобы расставить все точки над «и», и для того, чтобы вы знали, как сегодняшний день провести в режиме вегетарианца, мы позвали к нам настоящего профессионала в этой сфере. У нас в гостях веган, бренд-шеф полезных десертов «Ягода-малина» Ольга Панькина. Она уже с Юлией Астаховой на желтых диванах разместилась. Доброе утро! Доброе утро! Скажите, вот у нас есть вопрос. Как я думаю, что есть вопрос у многих наших телезрителей. Чем же отличается вегетарианец от вегана? А вегетарианец – это человек, который не до конца отказался от животных продуктов. То есть он ест молоко, сыр, он может есть какую-то рыбу, по-моему, частично. А веган не ест ничего животного, только растительная еда, но с термической обработкой допустима. Сложно. Сложно, да, для первичного восприятия. Оля, от каких продуктов вы отказались полностью? Я не ем ничего животного, не ем мясо, понятно, молоко, сыр, яйца. И также я не ем ничего упакованного, даже если это растительная еда. То есть я не ем никакие консервы, даже если это, в общем, в рамках веганства. Я вот стараюсь есть максимально понятную еду. То есть даже консервированные огурцы, помидоры? Ну, я могу съесть, конечно, я от этого не умру, но стараюсь, стараюсь, да, мне не хочется, у меня нет к этому описи. В связи с чем возникло такое желание? Как вы к этому пришли? Ну, лично меня туда привело здоровье. Многие приходят по разным веяниям моды или каким-то этическим соображениям. У меня, я ничем таким не страдала совершенно, у меня просто чудовищно выпадали волосы, и врачи не могли найти причину. То есть они мне предлагали какие-то решения следствия этой проблемы, но в какой-то момент я просто задумывалась, что если я режу руку, она заживет, и у нас есть мощная функция к регенерации, и мне нужно просто ее запустить. В общем, таким образом я попробовала, и мне понравилось, у меня как-то все остановилось. Как давно? Четыре года назад. Но пока вы полностью довольны, нет никаких проблем со здоровьем и так далее. Просто у нас очень много всяких вопросов, не вредно ли это для здоровья? Это самое большое заблуждение, самый большой страх ментальный, что у нас есть такой паттерн, что мясо, молоко, они необходимы для здорового человека. Но если ты пробуешь от этого отказываться и наблюдаешь за своим состоянием очень осознанно, что у тебя происходит внутри, как это влияет на твою энергию, какая пища тебе ее дает, а какая забирает, то ты понимаешь, что, мало того, я не жалею ни о чем из проделанных шагов, и, в общем-то, нет никакого шанса, мне кажется, у меня вернуться назад. Хотя, не знаю, хотя, в общем-то, это... Те, кто живут рядышком с вами, они не берут с вас в пример? Да, и они страдают от этого или пытаются вас перетащить на свою сторону? Они уже смирились. Сначала это было, конечно, тяжело. Сначала было очень много отрицаний, непонимания. Я не была желанным гостем в очень многих компаниях. Прошла огромную волну скепсиса на этот счет, но потом, в общем, все видят динамику, что со мной происходит, что, действительно, я неплохо выгляжу, я достаточно энергична, я не выгляжу утомленной, или человеком, которому ничего не хватает. Поэтому они это принимают, и это меня научило, в свою очередь, относиться уважительно к выбору ближнего, даже если он тебе не близок, этот выбор. То есть это такой большой социальный эксперимент. Вот я хочу поговорить о выборе, но только немного в другом ключе. Я бы, может быть, и с радостью стал бы вегетарианцем, честно вам признаюсь. Потому что, проводя эксперименты, две недели, неделю, будучи вегетарианцем, прям классно. Но в ритме большого города очень сложно найти какие-то продукты в магазине, которые здесь сейчас ты можешь взять, слопать и утолить свой голод. И не так много времени, чтобы проращивать что-то, что-то замачивать. Это первичное заблуждение, очень хорошо понимаю. У меня тоже был этот страх, что, боже, мне теперь придется всю жизнь как-то адаптироваться по-новому. Ну, это трудно путешествовать. И все эти проблемы были. Когда ты много ездишь, у тебя нет той еды, к которой ты привык. Ты в пути забегаешь, куда ты, тебе нужна энергия, ты что-то пытаешься съесть. Но спустя время я сейчас точно совершенно понимаю, что в любом населенном пункте, в любом городе, где бы ты ни был, обязательно, если там есть люди, там есть какие-то магазины, где есть элементарные фрукты и овощи. И купить морковку или банан можно везде. И у меня действительно был эксперимент, что вот буквально недавно я была в длительном путешествии, ну, как масштабном, так сказать, по Италии. Я очень много там передвигалась. И я просто заезжала с утра в магазин, я покупала мешок морковки, мешок бананов. И они у меня всегда были с собой в машине. И мне этого действительно было нормально. То есть мне хватало этой энергии. Надо мной, конечно, очень многие смеялись. Но это уже даже перестает вас волновать. То есть ты понимаешь, что... Что тебе это нужно просто. Тебе это нужно, да. Это выход. Это выход. Вы были в длительном путешествии по Италии. Неужели не хотелось попробовать парму? Неужели не хотелось попробовать итальянский? А традиционно больше нету к этому. Это, знаете, как пожевать стол. Какое время должно пройти, чтобы вы как раз-таки выработался вот тот самый иммунитет? У меня случилось это всё сразу. У меня как-то... У меня не было вообще никаких... Я не перестраивалась долго, потому что у меня это прошло через момент осознания. Я пыталась себя спасти. И то есть я действительно поняла, как работает химия внутри меня. Если ты это осознаёшь, что вот эти микроэлементы тебе нужны для каких-то вещей, значит, ты можешь найти им замену в растительном рационе. В частности, например, я была диким обожателем молока, сыра, и думала, что без молочной продукции я просто не выживу. Я поняла, что не хватает кальция, и я стала активно употреблять растительный кальций. Это кунжут, в частности. Я ем его каждое утро. Я делаю на его основе молоко, я добавляю его в каше. И, в общем-то, сейчас я понимаю, что аппетит и голод – вещи разные. Что если у вас есть аппетит, значит, вам не хватает каких-то микроэлементов. Но если у вас всё в порядке, то у вас нет никакого желания что-то съесть. У вас есть голод, например, это мускульное, скажем так, сокращение мышц желудка, когда он просит энергии. Когда он давно или не получал просит. Да, да. То есть вот голод у меня существует через каждые 4 часа. Ой, как и нормальный человек. Предлагаю прямо сейчас, ненадолго прерваться. Очень интересная рубрика. Мы спрашивали у жителей Саратова, знают ли они, что такое и кто такие веганы. В последнее время очень модным стало придерживаться правильного питания и вести здоровый образ жизни. Если вдруг вы решили стать веганом, то вам придётся не только отказаться от мяса, но и выкинуть на мусорку все свои кожаные туфли, шёлковые платки и шубы. А знают ли саратовцы, кто такие веганы? Спросим у них. Ну, это люди, которые против употребления пищи из животных и против использования всяких, грубо говоря, частей от животных, например, меха, кожи и прочего. Ну, кто ест, сколько трав едят. Мясо не едят, в общем. Ну, вот, питаются. Ну, я считаю, я не за них. Не люблю. Как бы мясо должно быть присутствовать в пище, потому что всё-таки белки. И животные белки должны преобладать в пище, по-моему, на 60%. Мы знаем, кто такие вегетарианцы, а кто такие веганы. Нет. Ну, может, это одни и те же люди. Веганы? Ну, это просто такое утриванное название, просто. Веганы, вегетарианцы, которые не едят мясо, едят только овощи, фрукты и всё. Да, это, которые мясо едят. Их ещё зовут веганы или веган. Ну, кто как, куда идти? Что? Вы знаете, кто такие веганы? Нет. Скажите нам, пожалуйста, вы знаете, кто такие веганы? Нет. Скажите? Никогда не слышал. Вы слышали когда-нибудь о веганах? Знаете, кто такие? Да, конечно. Это люди, которые не употребляют мясо и молочные продукты, и всё животное происхождение. Врачи и учёные постоянно спорят о пользе вегетарианства или веганства. В любом случае, быть веганом или нет – выбор каждого. Главное, чтобы он был осознанным и не в ущерб здоровью. Ну, как вы понимаете, не все догадываются, кто такие веганы и в чём разница между веганами и вегетарианами. Вам часто задают вопрос, что такое... Уже нет. Уже нет? Уже люди в вашем окружении прокачались? Да, абсолютно. Прокачались они уже с нами. Ну, и оно у меня поменялось, что, само собой, разумеется. То есть, в основном у меня сейчас люди, которые как-то в теме плюс-минус, но у них есть свои там... Наш корреспондент в начале этого вопроса сказал о том, что истинный веган не носит меха, не носит шёлк, и, как я понимаю, не ест мёд. Я полагаю, что шёлк и мёд – это как раз такой камень преткновения в вопросе... Да, это самый спорный момент, потому что, по идее, это производные какие-то продукты, которые изготавливаются с помощью животных. То есть, фактически, мы используем труд, но это так же, как коровье молоко, например. То есть, животные не убиваются, но используются для... Его ресурс для того, чтобы получить питательный продукт. Вы являетесь бренд-шефом полезных десертов ягод и малины, и я, как понимаю, вот в этих десертиках, просто очаровательных, суперкрасивых, есть мёд, верно? Да, мёд есть. И вот за эфиром вы нам сказали, что есть спор между российской концепцией веганства и европейской. Там мёд отрицается. Он, в общем-то, отрицается. Здесь вопрос в том, что мы можем готовить на сиропе топинамбура, мы можем готовить на агаве, мы можем готовить на каких-то других сладких заменителях, но не получается той концентрации сладости. То есть, это исключительно момент рецептура. И по мне, лучше добавить одну ложку мёда, чем пол-литра какого-то сиропа для того, чтобы достичь абсолютно того же эффекта. Поэтому здесь дело вкуса. Что вот здесь, расскажите. Я прям чувствую, что это какой-то белковый крем, что здесь много сливок, которые подкрашены. Так, сразу два ответа на ваши вопросы. А, это не калорийно, потому что мы не смешиваем белки с углеводами. Два – это не белковый крем. То есть, мы используем всего лишь два углеводных ореха – это кокос и кешью. Определённым образом это всё ферментируем и достигаем очень сниженной калорийностью где-то 250-300 килокалорий на 100 грамм. То есть, фактически, как там люди привыкли, товарожок или что-то вот такое есть. Не более того. Да. Вы занимаетесь этими десертами в Москве. Да. Насколько активно люди готовы пробовать это? В Москве это очень популярно. Это стало… для меня это стало таким выходом энергии в полезное русло, когда ты перестаёшь мучить всех своих окружающих. Ну, попробуй, ну, попробуй. Да. Ты начинаешь это делать профессионально, и вся твоя энергия, она как-то аккумулируется в более полезное широкое русло. И в Москве на данный момент эта продукция не просто… она не узкая. Это не веганы, это не сыроеды. Наш основной клиент – это беременные кормящие мамы, это маленькие дети, это аллергики, это диабетики, люди, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются активно фитнесом или спортом. То есть, по своей сути, мы просто делаем какую-то полезную запрещёнку. И люди, которые хотят… у нас основная продукция – это торт, это всегда праздник. И праздник полезный, а не тогда, когда красивый торт, и его никто не ест, потому что все слезят за собой или там кому-то что-то нельзя. Наши торты можно всем. Поэтому это действительно сейчас вот как-то приобретает свою абсолютную пиковую волну. Слушайте, на самом деле есть, мне кажется, очень большой вопрос для молодых родителей, у которых подрастают дети. И, ну, естественно, приходят бабушки с печенками, с какими-то конфетками. И ты волей-неволей понимаешь, что твой ребёнок уже подсел на сахар, он уже подсел на не совсем здоровые калории, и он начинает набирать вес отсюда. Большое количество различных проблем и так далее. Можно ли в домашних условиях сделать какие-то сладости, какие-то конфетки? Ну, потому что в Москву каждый раз мы не сможем съесть все сладшими десерты. Но здесь, в Саратове, самим что-то сделать подобное. Поделитесь рецептом, как сделать полезную запрещенку. Вы знаете, самое простое, что вообще нужно делать для угощения детей – это брать сухофрукты. В них очень много глюкозы, в них очень много сахара. Смешивать их, на мой взгляд, это углеводная история. Это зеленая гречка, благо в России ее очень много, она дешевая. Там нет глютена еще, кстати. Это отдельная вообще болезнь Москвы и нового общества. Безглютеновые продукты. Да, безглютеновые продукты. Смешивать ее, смешивать кокос и добавлять туда финики, чернослив, курамбун, инжир, все что угодно. И просто достигать вот этих вот приятных вкусов. Если добавить какао, всем безумно нравится органический шоколад. Он очень простой. Это фактически какао, это мед, это масло, какао-масло. И получается все совершенно натуральное, не аллергенное. И всегда всем нравится. Но если уже тут изобретать, конечно, всякую красоту, то это становится очень востребовано у маленьких детей. И в частности, они сейчас на эту картинку покупают. Ну как мы сейчас, например, просто классно не оторвать. Очень просто сложно. У вас такая серьезная позиция, твердая. Как вы живете? Чувствуете ли вы свою такую сверхмиссию, чтобы люди присоединялись к вам, чтобы больше веганов было на планете? Или же нет? Вы живете своей жизнью, а остальные пусть как хотят. У меня нет миссии кого-то завербовать вообще. Я понимаю, что мое здоровье, в частности, зависит только от моих усилий. Здоровье ближних мне людей, родителей, в частности, зависит только от их усилий. Я никак не могу на это повлиять. Как бы мне сначала этого очень хотелось, как я что-то всем пыталась доказать. Но потом вау-эффект проходит, и ты понимаешь, что все, что ты можешь сделать, ты делаешь только с собственным примером. Я стараюсь жить так, как я бы хотела, может быть, показывать, да, окружающим. Но, да, примерно для... Ну, это всегда выбор, безусловно, каждого человека, следовать этому пути или нет. Мы должны быть свободны в том, что мы выбираем. Спасибо большое. У нас прямо есть еще 30 секунд. Я их вымаливаю у нашего редактора. Если кто-то сегодня решится на эксперимент, может быть, завтра один день прожить в стиле вегана. Что нужно сделать, как к себе прислушиваться и каким принципам следовать? Поделитесь. Просто не есть ничего животного. Это не смертельно. Это можно попробовать и действительно понять. Нравится тебе социально, физиологически, насколько ты себя комфортно в этом ощущаешь. В общем, это... Я всех призываю экспериментировать, в первую очередь. Слушай, тренировать. Спасибо вам большое, что этим утром пришли к нам. Мы вас поздравляем со Всемирным днем вегетарианства. Я думаю, что с этим можно поздравлять, да? Наверное, да. Друзья, у нас в гостях сегодня был веган, бренд-шеф, полезных десертов, ягода-малина, Ольга Панькина. Мы вернемся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. И оставайтесь с нами. Доброе утро вам от телеканала «Саратов-24». А мы, друзья, программа «Автопилот», желаем вам, чтобы ваш день начинался просто супер. И более того, не только желаем, но и способствуем этому. Полезная информация – это наш самый главный инструмент. Будем сейчас рассказывать вам о пробках, куда ехать не стоит. Сергей Гришнов уже изучил карты, изучил все дорожные ситуации и поведает нам правду. Неделя, на самом деле, короткая. Я вам предлагаю вообще остаться дома и не ехать на работу. Смотрите. Спасибо. А заплатите вы нам за рабочий день. А выберите работу на дом, введите автопилот из своей квартиры. Тем более, что, друзья, пробраться на работу сегодня будет, правда, непросто. 6 баллов загруженность дорог в нашем городе к этой минуте. И по традиции пробка на проспекте энтузиастов 5 км в час. Скорость движения до кольца стадиона «Волга», да и после. Зато Родженикидзе сегодня абсолютно свободно, можно ехать без проблем. И, внимание, друзья, на первом же метре улицы Чернышевского произошла авария. Скорее всего, здесь соберется очень скоро пробка. Около Кристалл никаких пробок не замечено, лишь снижение скорости до 20 км в час. И на улице Радищева, пересечении Чернышевского и Радищева, также есть небольшое затруднение в движении. Предмостовая площадь. Собирайтесь в Энгельс. Все свободно. Едете из Энгельса на предмостовой 20 км в час. Мост Саратов-Энгельс во всех направлениях едет без проблем. Улица Лесозаводская на пересечении с Трудовой в городе Энгельсе. Есть пробка и по Трудовой, и по Лесозаводской. Ну и прямо на подъезде к мосту. Скорость движения общего потока автомобилей составит не более 5 км в час. Волжский район, поселок Юбилейный, Усть-Курдемское шоссе сейчас свободно. Без проблем можете доехать. Вот только вам насоветовал дома остаться, а теперь и не на чем глазу остановиться. Пробок даже в Юбилейном нет, где обычно они бывают. Танкистов и Навашина. Друзья, здесь сейчас небольшая пробка есть. Надеюсь, что трамвай убрали с проезжей части, который утром сегодня съехал с рельс, и вы доедете без проблем. Так вот, где собрались все пробки. Любимый Ленинский район. Туда лучше вообще не ехать и оттуда не выезжать сегодня точно. Проспект Строителей. На Кольце НИИ произошла авария, поэтому весь проспект едет со скоростью 2 км в час. Беда, несчастье, неприятность. Московское шоссе. Сразу после Кольца НИИ также произошла авария, причем, мне кажется, прямо в аккуратном светофоре пешеходном. Здесь пробка выстраивается, ну то есть она берет свое начало с Московского шоссе и идет до улицы Соколовой. Паша Хурдина не проехает совершенно. Скорость потока 3 км в час. И виной тому еще одна авария, которая произошла сразу после моста Насхи. То есть буквально на первом километре улицы Соколовой. 50 лет октября при этом выглядит пока более-менее дружелюбно. Даже на первой дачной пробке нету, но вот на Стрелке произошла авария. И здесь не проехать совершенно. Встречное движение окрашено желтым цветом, значит, там 20 км в час скорость потока. Центр города выглядит более-менее дружелюбно. Очевидно, что на 6 баллов повлияли как раз-таки заторы и пробки, которые произошли на Соколовой, на Шахурдинае на 50 лет октября. В центре есть лишь небольшой участок. Это от Большой Казачьи до Московской по Астраханское детского парка. Ну и, естественно, Большая Садовая, Емлютина. И все, что находится неподалеку от стадиона Волга, по традиции довольно-таки сильно загружено. Никаких перекрытий дорожного движения или серьезных аварий в центре не случилось к этому часу. Ну что ж, о пробках все. Далее о погоде расскажет Юлия Астахова. Юлия, тебе слово. Напомню для всех тех, кто потерялся. Сегодня 1 ноября, вторник. Всемирный день вегетарианства. Всемирный день вегетарианства, да. Вегетарианства. Да, мы сегодня об этом как раз говорим. В Саратове и Энгерсе сегодня обещают синоптики дождь со снегом. Поэтому, друзья, не забывайте утепляться и брать с собой зонт. Ну или хотя бы ваше курточка или пальто должно быть с капюшоном. Ветер сегодня дует северный. Скорость его 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура. Плюс 2 градуса днем и минус 1 ночью. Осень, она уже не просто к нам пришла, она уже буквально ворвалась, обосновалась. И более того, скоро зима ее сменит. Поэтому, если вы до сих пор еще не поменяли резину на автомобиле. Шубу. Не утеплились, да, не сменили легкую ветровку на более какую-то теплую куртку. Сделайте это обязательно. Ну уже, сами понимаете, не май месяц. Точно не май месяц. Следите за погодой, следите за пробками. Все это мы анонсируем каждое утро у нас в шоу Автопилоты. Тогда вы точно не потеряетесь и в общекородском пространстве, и с погодными явлениями будете на «ты». Будете знать, как нарядиться и как выглядеть с этим прекрасным утром. Я передаю Юле билеты. Она отправляется на концерт. О, я бы с удовольствием, но сегодня не мой день, сегодня, возможно, ваш день, друзья. 12 ноября состоится концерт Василия Урьевского, и мы на него разыгрываем два билета. В общем-то, получить их легко и просто, нужно ответить на один такой несложный вопрос. И вопрос звучит следующим образом. Вам нужно, кстати, смс-сообщение прислать для того, чтобы стать победителем. Да, берите телефончик, потому что сигнал уже прозвучал, сейчас прозвучат еще и вопрос, и будем ждать от вас звонка. Пожалуйста, подпишите ваше смс-сообщение, оставьте ваш контакт на телефон, и вопрос звучит следующим образом. В составе какой команды поет, играет и обычно выступает Василий Урьевский? Знаете, это очень часто такое бывает. Есть фронтмен у группы, которая становится самостоятельной единицей, выступает как частная персона, но еще и периодически играет в команде. Коллектива. И вот как называется этот коллектив Василия Урьевского, мы ждем правильный ответ, звоните нам в студию, 54-30-30, эти волшебные шесть цифр позволят вам дозвониться в прямой эфир и, в общем-то, сказать правильный ответ. Да, ну или пишите нам смс-сообщение, оставляйте имя и ваш мобильный телефон. Главное, главное быть первым. И самое главное, что, друзья, эта команда из Саратова, из нашего любимого города, единственного города, в котором мы живем и который мы любим. Далее кинообзор, узнаем, каково живется в компании мужчин. Ну и интересно, кто будет первый, кто билеты заберет. Здравствуйте, вы смотрите кинообзор. Каждый день на Саратов-24 идет много хорошего кино, а проводником в мире кинематографа для вас стану я, Альфия Багапова. Расскажу о том, что обязательно стоит посмотреть, без сожаления о потерянном времени. Вечер 2 ноября я предлагаю вам провести в компании мужчин. На Саратов-24 покажут историю о выживании людей в эпоху экономического кризиса. Актерский состав бесподобный. Бен Аффлек, Кевин Костнер, Томми Лид Джонс и Крис Купер. Каждый из этих парней является обладателем Оскара. Фильм в компании мужчин очень актуальный, ведь тема кризиса в кинематографе пока не исчерпана, а только набирает свои обороты. В компании мужчин это правдивая история о том, что и как делать опытному и успешному карьеристу, если его в разгар кризисных мер неожиданно уволят с теплого насиженного местечка. Кинолента не претендует на динамичность или яркий эмоциональный фон, достаточно правдоподобно показывая, как меняется внутренний мир и ценности людей в зависимости от их статуса. Кстати, в России фильм в компании мужчин так и не вышел в широкий прокат, а «Саратов-24» предоставит вам возможность посмотреть это хорошее кино. А для обсуждения фильма приглашаю на страницы телеканала в социальных сетях. И помните, я рассказала вам только об одном фильме, но на телеканале «Саратов-24» гораздо больше интересного. Смотрите программу на официальном сайте и специальном мобильном приложении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы вас поздравляем, Александр, отправляйтесь на концерт Василию Ирьевскому, на его моноспектакль «Моя жизнь в искусстве». И прихватите с собой кого-нибудь, билетик-то у вас два будет, и вы сможете... Да, я думаю, что вы с этим без труда справитесь, найдете надежную кандидатуру, которая разделит с вами счастье. Да. Друзья, ну и по-прежнему ждем ваших смс-сообщений на тему, которую мы сегодня обсуждаем. Поступают поздравления всех вегетарианствов с Днем Всемирным. Есть такие в Саратове. Да. Например, Оля Макарова вообще пишет, что она очень рада увидеть Олю Панькину у нас в эфире. Это наши гости, она была так давно на студии. Она говорит, эти темы, которые, в общем-то, мы готовим, они очень вдохновляют, очень информируют и очень радуют наших телезрителей. Спасибо вам большое за отклик. И, друзья, есть еще одна смс-ка по поводу парковки. А, да. Мы сегодня говорили о том, что у нас же строится новая пешеходная зона, и там есть такой участок, где есть и ЗАГС, и детский сад, и там очень нужна дополнительная парковка. И вот собрались чиновники и решили, что нужно делать платную уровню парковку. Мы сегодня рассуждали, нужна она, не нужна, сколько она должна стоить, и есть некоторые сообщения. Александр пишет, ребята, привыкайте, все будет как есть. Да, то есть, все-таки, знаете, там положительных изменений, к мнению, да, не разные. Поживем, увидим. Тем более, что пешеходную зону только достраивают, мало ли, может, там действительно появится дополнительная площадка для парковки. Сейчас астрологический вопрос, на который ответит Мария Белат. Если вы ей писали ваши письма, непременно примыкайте к телеэкранам. Доброе утро. Благодарю всех телезрителей, которые присылают мне на почту свои вопросы. Каждый из них я внимательно читаю, выбираю один и отвечаю на него. И сегодня будет вопрос о кармической задаче в жизни от Ирины. Мария, добрый день. Какая у меня кармическая задача? Подскажите, пожалуйста, Ирина, вы очень интеллектуально развитый человек. Вы ищете любую возможность, чтобы поучиться, пообщаться с интересными для вас людьми, для своего обучения, для своего развития. Вы считаете, что именно в обучении лежит ваше кармическое предназначение, потому как эта тема для вас очень сильно доминирует в жизни. Однако ваша реализация будет проходить не через обучение, а через простые вещи. Семья, дети, построение отношений. Вам необходимо учитывать это и совмещать со своим страстным желанием учиться. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Программа «Автопилот» по-прежнему вам, друзья, верный спутник этим утром. Мы безумно рады, что вы находитесь рядом с телеканалом «Саратов-24». Юлия Астахова, меня зовут Сергей Гришнов. И продолжаем радовать вас этим утром и заставлять вас вставать с кровати с нужной ноги. Время уже 8.50 и у нас есть 10 минут для того, чтобы порадовать вас следующей информацией. Начнем с цитаты дня. Город будет говорить. О чем судачить? Ой, как ты по-ярмарочному-то начала. Итак, друзья, цитата дня. Это то, что мы готовы вам представить. Энергетики ПАО и морска Волги выступили с заявлением для любителей селфи. Бездомное исследование моди на селфи, то есть фотографирование самого себя, может привести к трагическим последствиям, если пренебрегать элементарными правилами безопасности и здравым смыслом, заявляют эксперты. Они говорят про то, что на высоковольтных проводах и вышках нечего фотографироваться. Да, берегите свое здоровье и все-таки знайте, что фотография не так важна. Жизнь, она важнее. Друзья, ну и на самом деле, вот давайте представим себе среднестатистического горожанина, который идет по проспекту, пытается сделать селфи на проспекте, думает, скука, залезу на стол и сделаю там фото. При этом сломав столб, порвав провода, себе штаны, да, упал. Зачем это нужно? Давайте все-таки не будем иметь царя в голове. Хотя бы маленького. А теперь о цифре дня. 76% сотрудников поддерживают отношения с бывшими коллегами. Служба исследований компании Headhunter провела подобное исследование. Ничего удивительного. Прекрасная цифра, да, здорово, что люди, даже покидая место работы, остаются друг с другом самыми настоящими друзьями, приятелями, вместе отмечают праздники. Ну, слушай, на самом деле, это закономерная история. Мы были в детском садике, и потом это стали наши друзья детства. Мы были в школе, это стали наши одноклассники, или те, с кем мы ходили в школу. Иногда мы теряем людей на протяжении. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Как там такая поговорка о том, что друзей с молоду заводят? Вот как раз-таки тогда в молодости мы об этом не помним, а когда уже приходим на работу, становимся более взрослыми, ответственнее относимся к дружбе, к приятельству. Что-то сегодня Юля барыню включила. Давайте-ка мы ей псов подгоним, которые снимали. Псов лошадей мне. Карету, Юля. Ролик дня на очереди у нас. Закрыли тему с общением с коллегами. Хотите общайтесь, хотите, нет? Ролик дня сегодня будет посвящен фестивалю одной тропой, который прошел на территории нашего города, на Кумысной поляне, и его снимали с высоты птичьего полета. Это завораживающее зрелище, которое сейчас развернется перед вашими глазами. Ну вот пока ничего особенного. Я вижу льва. Или заяц? Это человек. А, это был лев! Костюмик! Что-то красиво. В принципе, мы можем понять сами, что событие было не самым массовым, не очень много людей было, но зато собрались главные энтузиасты, которые любят мчать на собаках далеко-далеко вперед. Если вы местность не узнали, это Кумысная поляна, друзья. Вот так красиво там. Если вы давно не бывали, заберитесь на этих покатных. Слушай, я думаю, что мы не очень хорошо смотрим все в глазах птиц. Я думаю, что птицам больше нравится наблюдать за природой, нежели за нами там перемещающимися. Слушай, ну красота. Редкостная красота. Мне бы не захотелось вернуться на Кумысную поляну. Да беги, в чем проблема? Можно? Да. Отпускаешь? Петличку оставь и лети. Это наш такой прекрасный карат. Да, слушайте. Всем вам, друзья, желаем доброго осеннего утра. Хорошего настроения. Пускай скорее наступит такая же безоблачная погода. Уйдут тучи. И, возможно, вы тоже сможете полетать на квадрокоптере. И виниться с еще полета. Пристегнете к нему, да, и помчите. Ну, почему, собственно говоря, нет. А почему бы и да. Пришло время немножечко подвести итоги программы? Или этим займемся чуть попозже? Ну, давай этим займемся после того, как мы руками с вами что-нибудь научимся делать. Доброе утро, дорогие друзья. С вами снова Маша Брянская. И я объелась мороженое, несмотря на холод за окном. Ну, нет, на самом деле, палочки от мороженого я приготовила для нашего нового чуда, которое мы сегодня создадим своими руками. А именно вот такая вот рамка для фотографий. Многие фотографии хранятся на ваших гаджетах. Может быть, потому что у вас нет вот таких вот прекрасных рамочек, которые вы можете выставить в свой интерьер. Для того, чтобы создать такую рамку, нам нужно, как я уже сказала, палочки от мороженого. Клей-момент или горячий клей, если он у вас есть. Ножницы. Вот такая вот декоративная атласная лента. Ну, и у меня уже есть изготовленные вот такие вот аксессуары и декоративные элементы для нашей рамки. У вас это может быть все, что угодно. Бусинки, камушки. Все, что вы найдете в маминой шкатулке. А мы начнем с вами создавать уже рамку для фотографий. Для начала мы берем три палочки от мороженого и проклеиваем их горячим клеем между собой. Выкладываем их вот так вот. Далее мы снова берем три палочки от мороженого. Две из них мы клеим на стыке, а одну помещаем между них вот так вот поперек. Это будет наша подставка. Очищаем от лишнего клея. Основа готова. Теперь мы будем делать самую рамочку. Выкладываем наши палочки квадратом. Две перпендикулярные кладем вот так вот, чтобы получился ровный квадрат. И приклеиваем друг к другу. Далее нам понадобится еще четыре палочки от мороженого. Мы их также выкладываем поверх нашей основы, но уже чуть-чуть ниже. Последующие палочки мы укладем ближе к центру. Все. Теперь наша рамочка готова, и мы ее помещаем на нашу основу. Также приклеиваем моментом или горячим клеем. Вот и все. Наша основа готова. Осталось только задекорировать. Для этого я беру атласную ленту и отрезаю отрезки примерно 7 сантиметров. Четыре отрезка будет вполне достаточно. Склеиваю края ленты друг с другом. Тем самым у нас получатся вот такие вот листики. Теперь мы берем все наши декорации и также приклеиваем их к клеем. Но для начала приклеим наши листочки. Осталось дело за малым. Всего лишь на ваш вкус украсить нашу рамку. Наша рамка готова. Осталось только найти фотографии. Присылайте мне свои работы в нашу группу ВКонтакте. А я вам говорю, до новых встреч. Рубрика «Своими руками» научит не только вас, но и ваших карапузиков, ваших малышей делать что-то своими собственными ручками, гордиться этим и дарить подарки, сделанные вами самими. Мы напомним, как нас зовут в студии сегодня Сергей Гришнов. Меня Юлия Астахова зовут. Чего не изменилось, ничего не поменялось. Рада познакомиться с теми, с кем мы еще не знакомы. И с вами Юль тоже. Каждое утро со мной знакомится. Видите, закончится уже, ей-богу. Друзья, спешим поделиться с вами еще раз теми событиями, которые мы сегодня проговаривали. Ну, для того, чтобы вам напомнить, чему была посвящена наша программа. Во-первых, в строках стоит напомнить, что сегодня Всемирный день вегетарианства. У нас в гостях был веган, бренд-шеф полезных десертов ягода-малина Ольга Панькина. С ней мы поговорили про вегетарианство, чем оно отличается от веганства и каким образом стоит попробовать для себя как раз-таки этот вид образа жизни. Странно звучит, но это так. Да, и более того, она нам оставила несколько десертов, и мы их обязательно попробуем. Если вам интересно, что из этого вышло, пишите нам, мы расскажем, вкусно это или нет. Хотя уверена, что да. Но мы призываем, если у вас нет никаких противопоказаний, если вам хочется провести на себе небольшой эксперимент, то попробуйте хотя бы один день пожить в режиме вегетарианца. И решите для себя, стоит или нет. Ну, а мы передаем привет нашему парикмахеру-стилисту Анне Васильчиковой. Она делает нас каждое утро прекрасными. Анечка, большой привет. Привет. Ты не переживай, все прекрасно держится. И уверены мы, что до самого вечера будем прекрасны. Спасибо. Ну что ж, и самое время рассказать вам еще раз о тех новостях и событиях, которые мы с вами делились. Ну, во-первых, Даци Дациев выиграл золото чемпионата Европы. Вообще наши аплодисменты стоя. Спасибо большое, что отстаиваете честь нашей области на таких важных мероприятиях. Еще мы говорили о многоуровневой парковке, которая, возможно, появится неподалеку от улицы Волжская, в новом проспекте Киров, продолжению Кирова 2 ремейк. Ну и наша землячка-саратовчанка Юлия Милкюмян, она, в общем-то, прошла следующий тур. Проект «Эголос». Проект «Эголос» ты уже об этом говорил, что ли? Нет. А ты так просто не обосмотрел. Я вспомнил ее выступление, просто не... Ну, выступление было не очень удачным, да, по мнению наставника. Да, вы помните, что нам нужно просто с Григорием Лепсом теперь, особенно строго общаться на его концертах. Приедет он, начнет вот это «Я уеду жить в Лондон». Мы скажем, а туда вам и дорога! Да, ну и пожалуйста. А что вы тут, вот, я уеду петь в Лондон? Вася Леевского проводили с проекта? Да. Ну вот теперь за Юлю. Обругали нашу Юлю, да. За Юлю переживаем. Да, мы домой стоим. Юль, все получится. Мы рядом. Мы вместе работаем. Если что, то свой голос запустим у нас на телеканале. Будете тут у нас петь. Еще мы говорили с вами о том, что сегодня будет «Юнона и Авось» в Театре драмы имени Слонова, а в Театре юного зрители имени Киселева покажут «Дорогая Памела» или «Как бы нам пришить старушку». Все эти спектакли вы сегодня также можете посмотреть, если вдруг вы соскучились по театральным подмосткам. Ну, не то, что ходите по ним, а посмотрите хотя бы на них. Ну, на этом ставим вот такую жирную точку в нашей программе. Да, желаем вам хорошего дня. Прощаемся ненадолго. До завтра. Далее Аня Макарова расскажет вам последние новости в программе «Саратов сегодня». Пока-пока. Завтра увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok